Сегодня у нас в гостях Дмитрий Сусов, Bittrex24. А вот теперь мы только косим бабло. С вашим Bittrex24. Я таких случаев не встречаю. Сегодня сайт должен выполнять главную задачу. Приводить клиентов. Привет, рад тебя видеть в гостях нашего канала. Слушай, Bittrex это платформа, которая развивается постоянно. И сейчас, наверное, уже редкий предприниматель, который не слышал о Bittrex24, либо не использует, либо не пробовал использовать его у себя в компании. Тем не менее, я знаю, что платформа постоянно развивается. Можешь рассказать в двух словах, что представляет собой сегодняшний Bittrex24 в том виде, в котором его максимально полезно будет использовать предприниматель? Сейчас Bittrex24 это набор из пяти основных инструментов. Это программный продукт, это сервис. Эти пять инструментов это коммуникации внутри компании, которые обеспечивают возможность общения твоим сотрудникам внутри твоего офиса с удаленными сотрудниками. Второй блок это совместная работа, то есть это задачи, проекты. Третий блок, за который нас очень любят и за который мы больше всего известны, это CRM, то есть управление взаимоотношениями с клиентами. Четвертый блок это так называемый контакт-центр, который позволяет связать CRM с любыми цифровыми каналами коммуникации, с Инстаграмом, Фейсбуком, с мессенджерами, с Телеграмом, со всеми. И пятый блок относительно новый это сайты и интернет-магазины. То есть возможность создавать лейнинги сайты прямо внутри одного единого продукта. Вот такой набор из атомарных функций это сейчас Bittrex24. Слушай, скажи пожалуйста, ответь на такой вопрос. Я общаюсь с многими предпринимателями и слышу такие полярные отзывы о Bittrex. То есть есть одна категория, которая говорит круто, класс, помогает, внедрили, работает. Есть категория людей, которые говорят неудобно, мы пробовали, не зашло, CRM какая-то сильно сложная, вот мы там ушли в какие-то другие CRM-системы. Вот можешь прокомментировать, почему так происходит? Когда мы начинали работать над продуктом, была политика захвата как можно большего количества функций. Мы брали все больше и больше этих функций. Сначала этот набор был не из пяти элементов, было меньше, сначала там были задачи и коммуникации. Потом мы тогда еще говорили, никогда у нас внутри продукта не будет CRM. Опа, она появилась. Потом у нас появился контакт-центр и последний блок, который по времени у нас появился, это вот сайты интернет-магазины. Система эволюционировала так, что мы как можно больше фич загоняли в Bittrex 2.4, тестировали их, опробовали, от некоторых вещей отказывались, некоторые развивали. И вот пришел момент, когда этот набор сформировался. Набор из пяти инструментов сформировался полностью. И теперь мы говорим, что мы оттачиваем сценарий внутри каждой фичи. Вот фактически сейчас идет самая большая работа по отлаживанию сценариев, по их вылизыванию. И больше всего сейчас подвергаются изменениям именно сценария работы в CRM. А если говорить о таком вопросе, как расфокусировка. То есть, знаешь, если мы берем производителей каких-то спрофилированных, узкопрофильных решений. Берем Trello, который занимается комбандосками. Соответственно, это отдельное решение, и это команда, которая работает над комбандосками. Берем Bittrex 24, в ней тоже появились комбандоски, насколько я знаю. Да, они уже давно. Давно. То есть, вот почему пользователь должен отказаться от узкопрофильного решения и перейти в сторону такого... Знаешь, ты сейчас затронул любимую тему Сергея Рыжикова, сооснователя Bittrex 24. Он, если бы он сейчас здесь сидел на моем месте, он бы на часы растянул этот рассказ. Это вопрос атомарной функции наборов. Буквально неделю назад он был здесь, на нашей конференции Bittrex 24D, и у него был как раз доклад об этом. Он объяснял нашим клиентам, нашим пользователям, почему именно так устроен Bittrex 24. Если кратко, то практически все вендоры, практически все разработчики идут к собиранию наборов из атомарных функций. Возьми Microsoft. У него нет отдельно Word, например, или еще что-то. У него есть Office 365, в котором есть практически все функции, которые требуются внутри офиса. У него есть и диск, у него есть и сервисы, у него есть собственные продукты, отдельные пакеты, отдельные приложения, которые позволяют работать с таблицами или делать... Он собрал набор. Вот так практически все вендоры собирают свои наборы. На Google, посмотри, они тоже собирают свои наборы. Практически не останется к какому-то моменту приложений или сервисов, или программных продуктов, которые будут представлять ровно одну функцию. Мы это поняли намного раньше, и этот набор стали собирать намного раньше. Даже те, кто активно сопротивляются, которые говорят, мы только CRM-систему, у нас ничего не должны. Оп, у них задачи появились. А потом у них, оп, у них появился аналог наших открытых линий или нашего контакт-центра. Это совершенно эволюционный процесс, и все к этому придут. Компании, которые предоставляют одну очень узкую функцию, к сожалению, не смогут конкурировать на рынке с гигантами, у которых есть наборы, у которых есть ЭК-система. Если ты являешься собственником или топ-менеджером компании, задай себе несколько простых вопросов. Насколько системно выстроен твой бизнес? Присутствует ли четкая организационная структура в компании? Насколько эффективны сотрудники? Как происходит управление финансами? Насколько системно происходит управление стратегическим развитием бизнеса? Если на многие из этих вопросов у тебя нет уверенного ответа, то я приглашаю тебя на практикум «Систематизация бизнеса». Это лучший практикум, который мы проводим в бизнес-конструкторе. На этом практикуме ты получишь концентрат знаний обо всех ключевых элементах, которые должны быть выстроены в эффективной компании. Мы разберем, как строится конкурентная бизнес-модель компании. Мы научимся строить систему привлечения и удержания клиентов с использованием различных каналов привлечения. Мы научимся строить эффективно-организационную структуру, разберем, что такое качественные бизнес-процессы, как их внедрить, как строить систему подбора персонала, систему вводного обучения, как мотивировать команду, как создавать сильную и качественную корпоративную культуру, как внедрять управленческий учет, как системно-операционно управлять компанией и внедрить эффективные мероприятия по стратегическому планированию. Все это будет на практикуме «Систематизация бизнеса». Это крутое мероприятие, которое стоит посетить каждому собственнику бизнеса. Присоединяйся к нам и вперед. Поехали. Пошли. Расскажи, как долго Bitrix24 вообще на украинском рынке? Компания была открыта ровно 10 лет назад. В сентябре, если не ошибаюсь, 1998 года. И как меняется динамика активных пользователей с тех пор? Смотри, тут скорее некорректно говорить о том, что прям пользователь. У нас продукт с Bitrix24 был открыт 12 апреля 2012 года. В Украине Bitrix24 запустился 2 октября 2013 года. И вот с этого момента можно считать динамику пользователей. Сейчас у нас порядка 14 тысяч активных компаний. Это те компании, те бизнесы, которые ежедневно работают с нашим продуктом. 14 тысяч. Окей. И динамика прироста присутствует? Я бы нарисовал вот такой вот, сейчас если за зрителем, то вот такой вот экспонент растущий. Потому что мы растем, мы здесь применяем новые способы, мы экспериментируем. У нас есть внутри такая лаборатория маркетинговая, которая позволяет вот этот вот набор осуществлять. Но насколько я понимаю, этот бизнес, он тем и выгоден, что ты один раз вкладываешься в разработку продукта, и далее по мере того, как появляются пользователи, у тебя уже себестоимость каждого следующего пользователя, она все ниже, ниже, ниже. Ну не совсем так. Витри ВА4 это не статичный продукт, это не вещь, которую мы один раз сделали и потом оставили. Есть постоянные расходы на разработку, есть постоянные расходы на эксплуатацию, которые также по экспоненте растут, как и клиентская база. Если 100 клиентов, 1000 клиентов, 10 тысяч клиентов, естественно, мощности на Амазоне нам надо закупать соответствующие. Поэтому нет такого процесса, когда мы остановили, зафиксировали, сказали, а вот теперь мы только кусим бабло. Такого не бывает. Но постоянно, у нас постоянно есть затраты на то, чтобы мы растили и сам продукт, и обслуживание, и сервис. Хотя вот вопрос сервиса и изменения сервиса, он появился у нас относительно недавно, вот прям в таком серьезном смысле. Ведь Витри ВА4 эволюционировал СМС-системы, это система управления сайтами, контентом. И там, поскольку это был очень технологичный продукт, поддержка вот прям в онлайн режиме была, скажем так, не актуальна. Чаще всего это были какие-то разработческие вопросы, которые требовали разработчиков, программистов, которые нужно было описать обязательно, дать доступы. И все осуществляло через систему тикетов, обращений на сайте. Эта же схема, когда появился Витри ВА4, перекочевала и в этот продукт. И когда продукт стал более пользовательским, стало понятно, что эта схема не работает. Клиенты хотят, как в любом сервисе, тут же либо позвонить, либо написать в чатик. Вот этот очень сложный процесс изменения, перехода от такой системы тикетов к систему общения с оператором в онлайн-чате, это наконец-то произошло. И в этот момент появились у нас операторы. Сначала операторы с других стран работали на украинском рынке, потом у нас появились свои операторы. Сейчас у нас 4 консультанта, которые в рабочее время обслуживают вот эти все 14 тысяч компаний. До меня доходил такой слух, если это слух, скорректируй меня, пожалуйста, что в какой-то момент, в связи с тем, что B324 дает возможность пользователям, по-моему, 12 пользователям работать бесплатно, соответственно, в какой-то момент времени возникла некая уже перегрузка системы бесплатными пользователями, из-за чего начали возникать сложности по поддержке, и это слух, да? — Абсолютно. — Абсолютно, окей. — Я вполне допускаю, что поскольку это онлайн-сервис, у него могут быть какие-нибудь проблемы с доступностью, но они есть, ты знаешь, и у Фейсбука, и у Инстаграма, и у практически любых сервисов, которые используют какую-то физическую инфраструктуру в интернете. Да, я вполне допускаю, что какие-то простые аварии могли быть, но говорить о том, что вот мы набирали, набирали, это абсолютно исключено. B324 — это хорошая архитектура, построенная на отказоустойчивой системе, она работает, она достаточно стабильна. — Можем немножко пройтись по устройству бизнеса, вот бизнес-модель компании. Продукт мы обсудили, целевая аудитория — это кто? — Ну, если говорить об облачном B324, то это малый, средний бизнес, ну и, наверное, теперь микробизнесы, потому что для них тоже есть предложения, которые могут использовать. Сферы деятельности вообще никак не ограничены. Честно говоря, ну, может, есть какие-то там только предприниматели у вас, только сельское хозяйство, или, например, только в продажах нет такого. Несмотря на то, что мы не спрашиваем наших клиентов из какой-нибудь сферы бизнеса, но зачастую даже по названиям порталов, которые у нас проскакивают, либо по тем клиентам, которые у нас покупают, либо по тем кейсам, которые от наших партнеров приходят к нам, мы знаем, что это компании абсолютно разных сфер. У нас есть и сельскохозяйственные компании, у нас есть банки, у нас есть страховые компании, продающие компании, то есть чистые отделы продаж. Вот все эти компании абсолютно любых бизнесов работают с B3.4. Но крупный бизнес – это не ваш целевой клиент? Это наш целевой клиент, но крупный бизнес зачастую не согласен работать с облачным решением. Зачастую их политики безопасности, их организация инфраструктуры, доступа к данным предполагают, что все должно храниться у них. Для этого у нас есть коробочное решение B3.4. У него есть свои особенности, как у любого коробочного решения. Там есть возможность кастомизации, как у любых доработок, изменений. Там есть и свои ограничения. Аперкоробка чуть позже обновляется по сравнению с облаком. Там определенные ограничения есть на архитектуру. Поэтому каждый выбирает себе, что хочет. Если это небольшие бизнесы, малые и средние, микробизнесы, то это, как правило, облачное решение. Кому нужна кастомизация и автономность относительно, те выбирают коробочное решение. Какая доля сейчас клиентов из крупного бизнеса в общем портфеле? 14 тысяч клиентов? Слушай, я правда не считал. Вот я тебе не скажу, но… Но это единицы, десятки, сотни, тысячи. Если сравнить коробки – это сотни, если сравнить облака – это десятки тысяч. Крупный бизнес, да? Нет, я тебе говорю вообще. Коробки, если считать, что коробка – это эквивалент крупного бизнеса, то это сотни. Если это облака, то это десятки тысяч. Если компания пользуется битриксом, наступает ли такой этап в ее развитии, вот по мере масштабирования, когда она уже вырастает, то есть, грубо говоря, битрикс начинает трещать по швам, и ей нужно переходить на какое-то более технологичное решение? Я таких случаев не встречал. Если они используют какое-то коробочное решение, их можно кастомизировать, его можно изменить, его можно доработать, и там нет ограничений. Битрикс Фреймворк – это открытая платформа, которая позволяет как угодно дорабатывать, дописывать свои модули. Даже в облаке можно вносить свои изменения, ну, не прям так физически, конечно же, а через приложение, когда разрабатывается приложение сначала в Marketplace, оно устанавливается и используется на конкретном корпоративном портале. Это приложение добавляет какую-то новую фичу, какой-то новый раздел, интегрировано другими сторонними системами. Как вы привлекаете клиентов? Какая динамика привлечения и механизмы, которые вы используете? Я тебе сразу скажу, что Битрикс Фреймворк 4 – это партнерская компания. Мы напрямую с клиентами не работаем. То есть мы чаще всего для клиентов – это как система отгрузки, если им очень надо. Ну, например, им не нужны консультации, не нужны обучения, они хотят просто счетик, просто купить. Тогда они могут пойти, мы просто отгрузим им продукт. И будем потом сопровождать с точки зрения технической поддержки. Если только им нужны консультации, внедрения, какие-то юридические вопросы решить, давайте договор подпишем, а вот давайте вы нам чем-нибудь допишите. В этом случае мы все договорим, отправляйтесь к нашим партнерам. Мы партнерская компания, партнеров сейчас в Украине в чистой партнерской сети Битрикс Фреймворк 4, это не считая тех, кто занимается и управлением сайтом Битрикс Фреймворк 4, чистых партнеров 705 на сейчас. Но это большая конкуренция среди партнеров, получается? Иногда они на это жалуются, иногда они рады, что есть такая конкуренция, потому что если бы конкуренции не было, ты сам понимаешь, насколько бы снижались стандарты качества их услуг. А так они могут их повышать и их хвастать сайтом. Из 700 партнеров, какая доля занимается чисто Битриксом, и какая доля имеет просто Битрикс как один из продуктов, в том числе большого спектра? Ну, порядка 10-15% могут работать и с другими вендорами, то есть хотят работать. Мы не ограничиваем никак работу с другими вендорами, пожалуйста. Но подавляющее большинство это монобрендовые компании, которые внедряют только продукты Битрикс 4. Давай разберем бизнес-партнера Битрикс, какая математика его доходов, то есть на чем он зарабатывает, где формируется его прибыль, соответственно, какие его затраты, чтобы понимать приблизительно, что такое партнер. Он зарабатывает на нашей лицензии. А сколько? Лучшая половина. Стартуем мы с меньшей цифры, да, как только партнер начинает активно работать, ему ничего не мешает достичь статуса золотого партнера, и там партнерская скидка 50%. Это с регулярных платежей? Это с его покупок, потому что клиенты покупают у партнера, партнер покупает у нас. Поэтому мы, на первые стивили счеты на 100 тысяч, 50 тысяч будет счет от нас. Вот эту разницу 50 тысяч, он зарабатывает. То, что ты вспомнил, это схема афилиатских выплат. Такое тоже возможно. Это чаще используют либо наши партнеры в сочетании со своей основной деятельностью, либо неактивные компании, для которых это не профильная деятельность, но почему бы нет, какая-то копеечка капнет. Это схема афилиатская, в которой он получает реферальную ссылку, под которой клиенты регистрируются, заводят новые корпоративные порталы Битрикс, и потом половину от первого платежа, в течение трех лет 20% от всех последующих платежей он тоже получает. Вот зачастую наши партнеры сочетают эти два варианта. Они делают так, чтобы можно было регистрировать клиентов, получать выплаты за активных и за продажи. И они, кроме этого, могут делать обычные свои продажи, дополняя свои профильные. Кроме этого, большая часть заработка, это, конечно же, их услуги. Они могут заработать на консультациях, они могут заработать на, собственно, внедрении, и это большая часть, они могут заработать на обучении, и это вот большая часть. Мы вообще стремимся, чтобы лицензия составляла 10-20% в стоимости проекта. Ну, было бы хорошо им так. Чем меньше, тем лучше, но в том смысле, чтобы больше заработок был их на услугах, на работе с клиентами. Но есть партнеры, через которых вы перепродаете и не коробочную, облачную версию. Да, конечно. То есть и в этом случае полноценный партнер, он принимает деньги на себя и вам платит. Да, в случае коробок тоже. В случае коробок тоже. Большая партнерская проблема. А можешь приблизительно сказать порядок, чтобы я просто понимал, не называя компанией, грубо говоря, хороший, качественный партнер. Какой порядок месячного оборота этого партнера может быть? По лицензиям? Вот суммарно. Он продает коробки, лицензии. Ну, сколько по услугам, мы не знаем этих цифр. Их, кстати, партнеры очень неохотно обычно делятся. У нас есть партнерская конференция, и мы иногда раньше спрашивали, а вот расскажите, стоимость часа, сколько у вас оборот всего, не считая наших продуктов. И вот у нас всегда партнеры говорили, очень хотим знать эти цифры. Мы присылали им, говорим, расскажите нам анонимно, как у вас дела обстоят. Они всегда ставили прочерку, затрудняемся, ответили, не хотели бы раскрывать. Поэтому вот вопрос с оборотами наших партнеров, он закрыт. Ну, хотя бы на уровне перепродажи самих лицензий. По уровню наших лицензий хорошие партнеры – это сотни тысяч в месяц. Сотни тысяч? То есть это две сотни или семь сотен? Скорее первый вариант. Скорее первый вариант. Что-то их выручка, то два-три миллиона в месяц – это не микробизнес. Да, окей. Ну, то есть это делает, ты имеешь в виду со всеми услугами, которые делает партнер, да? То есть при команде, наверное, человек там 10, наверное, сколько? Тоже очень по-разному бывает. Есть очень оптимизированные бизнесы, которые занимаются узким консалтингом, которые больше зарабатывают на глубоких, больших внедрениях. Тогда наша коробочка там или облачко занимает там 5%, и все остальное – это их работа. Но тогда они меньше работы успевают выполнять, тогда у них очень эффективная команда. Там 3, 5, 7 человек, ну, до 10, скажем. А есть команды, которые больше специализируются на продажах. Тогда у них можно быть там 30 человек отдел продаж, а там 2-3 внедренца, которые занимаются бизнес-процессами, и они тогда настроены на большую продажу лицензий, меньшее количество внедрений, но при этом больше потоков. Бизнесы совершенно разные, наши партнеры. Роль бизнес-партнера или партнера Битрикса в наше время – это интересная бизнес-ниша, то есть туда еще стоит идти, либо это уже перенасыщенная ниша, где уже немерено партнеров. Вот знаешь, мы очень переживали, когда у нас наступит планочка, когда партнеры не смогут переваривать то, что мы им даем. Не наступил такой процесс. Мы все больше и больше даем, потому что спрос на Битрик 24 все больше и больше растет. Кстати, вот вариант с приходом клиентов – это вот самая интересная история, потому что вот я еще когда пришел в Битрикс работать, еще даже не было продукта в Битрик 24, у меня KPI был такой, нужно было ходить по студиям, известным большим, и предлагать систему управления сайтом. У вас студия дизайнер. Ну знаешь, раньше были веб-студии, да, это же был раньше привычный бизнес, сейчас он намного сильнее сжался. И вот я приходил в студию, у которых есть свое коробочное решение, какое-то студийное CMS, и он говорит, да, у вас оно есть, ну вот смотрите, наш продукт, ну прям там одна-две встречи в неделю, у меня такой KPI был, я там 50 обходил, например, с полгода. Вот, а потом в какой-то момент это стало неактуально, потому что тот спрос на продукт, который мы генерим рынку, он больше, чем могут себе позволить переварить наши партнеры. Поэтому, ну, представь себе, ты занимаешься бизнесом, внедряешь свою коробку, да, делаешь сайты, тебе сегодня постучали, говорит, на Битриксе сделаешь сайты, ты говоришь, нет, у нас своя, он говорит, ну я пошел дальше. И опять, и опять, и завтра тебе опять, ты потом тут, если ты занимаешься бизнесом, а не только там культивированием своего самолюбия, ты говоришь, а почему мне тогда еще и вот этот продукт не начать внедрять? И вот таким образом практически все, кто мог внедрять наши продукты, стали наши. А с Битриквейт-4, с продуктом, в котором внедрение чистого еще меньше, он более пользовательский, он более интуитивный, понятный. В общем-то, если первая стадия работы Битриквейт-4, они же не требуют работы программиста, внедрения, ты же сам пользуешься, ты знаешь, ты открываешь, ты в общем-то, в целом, знаешь интуитивно, что здесь можно сделать. Что-то подсказали, там, опуху, побежал-побежал, и ты же работаешь с продуктом. И вот когда таких клиентов десятки в неделю, ты уже задумываешься, почему должен отказываться от этого. Ты становишься снова партнером Битриквейт-4. Скажи, внедрение бизнес-процессов на Битриквейт-4. Я знаю, что есть инструментарий автоматизации бизнес-процессов. Насколько эта история, которая часто используется компаниями, либо это больше такой функционал, который там для фриков, фанатиков или там… Кирилл, намного чаще, чем мы могли бы себе представить. Я сам всегда думал, что, знаешь, какие-то чисто программистские заморочки для очень крупных бизнесов. Даже маленькие компании, в которых там 15-20 человек, они зачастую выбирают коробку, только потому, что там намного больше возможностей по внедрению бизнес-процессов, только потому, что там можно кастомизировать и дописывать какие-то фрагменты кода своего и изменять. Нереально небольшие бизнесы, ну ладно, средние бизнесы, действительно, практически всегда, если только не покупают коробку, они хотят заниматься бизнес-процессами. Они реально автоматизируют свои процессы внутренние через наши бизнес-процессы. А у нас же еще есть внутри CRM роботы Битриквейт-4. Это вообще потрясающая вещь. Это фактически, ну как бы, те же бизнес-процессы, но очень простые, очень визуальные. Ну, по сути, ты можешь себе построить все движение по твоей воронке продаж с помощью вот такой, ну, похоже на... Скажем, как он называется... Листочки. Комбан. Ты с комбанчиком работаешь, перемещая просто вот так весь алгоритм своей работы с клиентом, ты можешь построить. Мы на наши роботы CRM перевели полностью всю работу с партнерой. Вот начиная с момента, когда партнер регистрируется, и вот он только зарегистрировался, у нас создается новое событие через роботы, и дальше он по всем воронкам идет. Он сначала упоминание, почему не сделал вовремя нашему менеджеру партнерского отдела, он через это работает. Затем там, стал ли активным, начал ли использовать NFR-лицензию, давали первая продажа. Если была первая продажа, он смотрит в какой сумме и с какой частотой он это делал. То есть, если, например, это часто продающий партнер, и вдруг он стал редко и мало продавать, тут же триггер срабатывает, позвони, спроси, поговори с ним. Вот полностью вот этот процесс ведения партнеров, как новых, так и старых, текущих партнеров, он полностью автоматизирован через робот. Это такой визуальный редактор, это все работает прекрасно, это на самом деле фантастика. То есть мы фактически роботы CRM следят за тем, как работает наш бизнес. А какая доля клиентов внедряет вот этих роботов либо автоматизирует бизнес-процессы самостоятельно и какая доля привлекает для этого партнеров, для внешнего автоматизатора? Ну, если говорить о роботах CRM, то это, конечно, более серьезная функция, которая, ну, автоматизация бизнеса, которая чуть позже, скажем так, потом возникает в процессе внедрения. Лично есть осознанные клиенты, которые сразу приходят и говорят, вот сейчас мне, давай начнем с роботов, я видел у вас реклама, она действительно работает, вот давайте сейчас это сделаем. Приходят партнеры делают и оно действительно работает. А если говорить о вообще возможностях самостоятельного внедрения, то есть небольшая компания, 10 человек, то есть какие знания или какой специалист нужен в штате для того, чтобы самостоятельно внедрять? Либо не стоит заморачиваться, лучше идти сразу искать партнеров? Лучше второй вариант с партнерами. Раньше существовал вариант, когда мы говорили, вы можете первичное внедрение провести с партнерами, а дальше все поддерживать внутри, например. Если имеет смысл постоянно разработку вести, то так и стоит поступить. То есть ты берешь битрикс-программисты внутрь, взяли коробку, партнер сделал какое-то первичное внедрение и дальше бизнес-процессы зарабатывать, еще какие-то вещи. Это все происходит в течение всего времени. Но зачастую эти хотелки очень редкие. Изначально внедрить, показать, как работать, обучить сотрудников и начать работать с битрик 2.4 самостоятельно. Просто сойти к партнеру. Это не так дорого, как мы можем показать. Порядок цен какой-то. Ну, я знаю, там партнеров есть пакеты обучения, обучение именно полноценного, там 500-1000 долларов. Ну, а если говорить о внедрении, услуга внедрения, диапазон? Тогда по часам обычно считается. Часы это там 600-800-1200 гривен. Ну, сумма контракта, тысяча долларов полторы. То есть за полторы тысячи долларов можно уже... Я думаю, что за тысячу можно какую-то сделать. Ну, а... Ты же понимаешь, споры это за и стоимость, это вечный спор исполнителя клиента. Не, ну, просто это действительно... Поэтому не могу сразу гарантировать, что это вам столько будет стоить. Ну, я понимаю, но в общем средний чек может сказать, что это несколько тысяч долларов. То есть это не десятки? Нет. Окей. Нет, десятки это большие внедрения в крупных компаниях. Можешь мне вот обработать несколько возражений? Я так, протранслирую то, что я слушал клиентов, а ты мне попробуй парировать. Вот CRM Bittrex неудобная, громоздкая, много-много шагов приходится сделать, чтобы внести какие-то данные и там уходят в какие-то более легкие, более воздушные CRM-системы. Я тебе отвечу двумя фактами. Во-первых, я тебе рассказывал о том, что мы собираем набор и когда набор был собран, мы теперь работаем на сценарии. И действительно, CRM очень сильно изменилось. Два релиза назад, это вот в сентябре, осенью прошлого года мы как раз представили абсолютно обновленную CRM, там была новая карточка CRM, в которой все изменилось. Сейчас буквально вот на прошлой неделе выкатили механизм так называемый простой CRM, когда практически полностью изменили сценарий работы с этим продуктом. Это раз, а во-вторых, 3-2-4, это CRM номер один на украинском рынке. Мы год назад провели исследование. По какому критерию? Мы провели исследование, заказали OGFK Украина, мы меряли рынок. Там была масса вопросов, для которых нам важно было просто рынок померить. Посмотрите, кто наши конкуренты, какие решения используют, кто из, сколько CRM используется во всей Украине. Люди просто говорили, используем или не используем этот продукт. Нас померили, мы номер один. Я понимаю, номер один по какому? По количеству пользователей? Да, по базе клиентов. А насколько вы находитесь, в какой позиции вы находитесь по отношению к Террософту, к OneBox? У нас, если не ошибаюсь, 13 или 15 процентов, по году уже прошло, еще цифры не помню, 15 процентов. Ближайшие наши преследователи, если не ошибаюсь, 6 или 7 процентов. Это компания Террософт. Они согласились с этой статистикой? Или они сказали, нет, это они все? Ну, я лично отправлял Екатерине Костеревой это исследование еще до того, как мы все это опубликовали, он сказал, очень любопытные цифры для малого бизнеса. Вот, они работают в совершенно другом сегменте, и я думаю, что это исследование их скорее порадовало, потому что наше исследование охватывало абсолютно все сегменты, малый и средний бизнес. Он, кстати, узнаваемость продукта, у нас был вопрос по используемости продукта, а первый вопрос был по узнаваемости бренда, сколько само название бренда на слуху, так вот они практически там 1 или 2 процента рядом с нами, именно атерософт-компании. Хорошо, возражение лично от меня, ну это даже не возражение, это больше такой, знаешь, ремарка. Вот, например, у меня вся компания действительно работает на битриксе с точки зрения постановки задач, за редким исключением, некоторые отделы там бывают, выбирают какое-то свое решение, но, например, я лично своими задачами в битриксе, свои задачи в битриксе не веду по одной причине, то есть я пользуюсь решением таск-менеджером, если не ошибаюсь, что вундерлист у меня стоит, он легкий, воздушный, открыл, сразу вижу задачу, с ним синхронно мой ассистент, она мне быстро может поставить задачу, и основная причина это где-то скорость взаимодействия, то есть, грубо говоря, я приложение битрикс включаю, и оно у меня прогружается, значит, грубо говоря, а мне нужно, вот я, не знаю, выхожу из машины, захожу в подъезд или в офис, и мне нужно за это время посмотреть какую-то задачу, поднять какую-то информацию, вот, ну, сфокусированные решения дают мне быструю реакцию. Вот, кстати, очень круто, что ты вспомнил про мобильное приложение, потому что один из фокусов следующего года, так точно, это работа над мобильным приложением. Сценарий взаимодействия людей, пользователей с продуктом меняются, и они все больше перекочевывают в мобильный сценарий. Мы даже думаем о том, что в какой-то момент мы вообще будем, прежде всего, думать в концепции Mobile First, потому что все же сейчас мобильное приложение функционально меньше, чем основное десктопное приложение. оно, это не значит, что оно хуже, оно просто другое. Хотя ты, в принципе, можешь взять любое приложение, там, не знаю, приложение Facebook и десктопное Facebook, Facebook, чем приложение меньше возможностей. Или там любое специализированное приложение. Обычно оно, не то, что урезано, но просто другое, по другим сценариям работающие. И мы практически решили, что за основу будем брать вот Mobile First, когда сценарий работает мобильно будет на первом месте. Поэтому, я думаю, в следующем году ты откажешься от... Окей. То есть это то, что вы планируете изменить? Это совершенно точно в работе. Мы уже в этом году очень сильно изменили мобильное приложение. Я вот не знаю, когда ты последний раз открывал его. Ну, полгода назад. Если полгода назад, то тебе точно надо вернуться к этому. Потому что у нас было обновление. Вот если я не ошибаюсь, мы обновлялись летом. Вот когда мы уже выкатили все, обещали мы в релизе весной. Потом у нас период, когда мы от релиза до выпуска, точнее от оглашения до выпуска, мы дорабатывали это. И вот летом приложение обновилось, тебе точно надо попробовать. Оно реально быстрое. И совсем другой дизайн. Окей. Проведем тестирование, поделимся фидбэком. Хорошо. Скажи, каких изменений ждать от Битрикса в ближайшее время? Что реально? Чем удивите? Прямо удивите. Ну, знаешь, как это? Важный принцип маркетинга своего клиента нужно восхищать и превосходить его ожиданиями. Совершенно точно будем работать над не над увеличением количества функций, а над отладкой сценариев. Это раз. Второй приоритет, о котором я буквально только что говорил, это работа с мобильными сценариями. И третий приоритет, который мне бы хотелось согласить, скажем так, сакцентироваться, это сервис. Это работа с клиентами. Вот я уже упоминал сегодня историю про чат. У нас очень хорошо реагируют люди на поддержку в чате. Вообще поддержка B3Q4 это два больших аспекта. Первая, это, скажем так, первая линия, это когда ты просто пишешь в чате к оператору, сидят реальные, живые люди и они отвечают. Если они не могут справиться, или проблема техническая, такая глубоко техническая, они отправляют на следующую линию и там уже представители компании разработчика, и они рассказывают о том, как локализовать проблему, как найти и исправить ее. Вот та история, которая внутри, про сервис, про взаимодействие между клиентом и нами, мне кажется, она еще требует большого развития. Мне бы очень хотелось акцентировать, и мы не им на ней. Вот угадай, с какой скоростью мы впервые вступаем в диалог с нашим клиентом в чате? Ну, могу предположить, что 15 минут. 52 секунды. Средняя скорость реакции 52 секунды, 14-16 минут, это время среднее, закрытие 95% вопросов. Представляешь? Окей. Если зритель, который нас смотрит, у него несоответствие к данному критерию возникает, допустим, кто-то, знаешь, ну, может возникнуть сейчас человек, который смотрит нас, и говорит, да нифига себе, я неделю назад им писал, они мне там ответили. Это, скорее всего, вопросы, которые были отправлены в техническую поддержку. Там совсем другой регламент. Куда писать, чтобы было быстро? Операторы чата переводят на поддержку. Либо можно просто писать на helpdesk.bit3.4.ua, там задать за дата питания команде Петро МЦ, и там будет написано так, кнопочкой дальше. То есть прямо в онлайн, в онлайн интерфейсе на самом сайте. Да. Если тикеты создавать, то авторизуешься под свою учетку и создаешь вопросы. Это уже именно в техподдержку. Там ответ в течение четырех часов и решение проблем, прям дедлайна, потому что это может быть большая проблема, с которой разбираться. Но 95% в течение примерно 15 минут закрывается. Чаще всего это вопрос, а как мне на кнопочку нажать? А вот я здесь был, так когда-то видела, теперь не знаю. А подскажите мне, что такое задача? А как работать с вашей CRM? А почему эта кнопочка здесь перестала быть? Как на нее нажать вообще? Вот что-то такого. А как часто у вас происходят технические сбои, когда там система лежит, тупит, не реагирует? Слушай, ну прям, что вот так вот, я не помню такого в последний раз. Из больших аварий, которая была прям сильно неприятной и за которую мы действительно извинились перед клиентами. Это месяца полтора назад наверное была авария когда в дат-центре, который обеспечивает нашу телефонию здесь в Киеве, один из самых старых серверов, телефонии именно серверов, он накрылся, потом сгорел диск. Пытались восстановить из резервной копии, не вышло, меняли, восстанавливались пока из бэкапа, в течение почти целого дня с 10 до 18 у клиентов не было телефонии. Это прям очень неприятно, я понимаю насколько это важно, интеграция телефонии, что люди заводят все звонки на CRM-ку, они не могли работать. То есть это конечно не всех клиентов затронуло, потому что не все используют эту фичу. Кто использовал там SIP-коннектор, они пошли по другому каналу, через коробки. А вот именно кто был облачник, это конечно очень неприятная ситуация, я сразу хочу извиниться. Я надеюсь, такого больше не будет. А IP-телефония у вас своя? Смотри, у нас есть решение как модуль телефонии, который обеспечивает интеграцию со стороной телефонии. У нас есть совместный проект с компанией Kivstar, который мы запустили три года назад. Фактически они являются телефонным оператором, через который все это работает. Мы являемся платформой телефонии, ну в смысле вывести карточку, позвонить, обеспечить коммуникацию. Вот это решение, оно у нас самое востребованное и больше всего клиентов подключаются именно так. Есть возможность подключения через SIP-коннектор, когда клиент может использовать любого оператора телефонии, самостоятельно настраивать и оплачивает нам всего лишь там за SIP-коннектор 199 гривен в месяц. Все, тогда никаких ограничений. И третий вариант это использовать любое приложение из маркетплейса, опять же с любой телефонии и тогда тоже абсолютно мимо нас это все, никаких денег нам, все исключительно по тарифам этого оператора мобильного или городского. Расскажи, пожалуйста, как устроена компания изнутри, какова организационная структура, какие люди работают, какие бизнес-процессии протекают и в чем заключается твоя работа как директора? Я тебе сразу могу сказать, что наша компания представляет B3GV4 в Украине и немножко мы еще за Польшей присматриваем. Есть еще компании, которые занимаются продуктом во всем мире. Вот наш украинский офис сейчас это 15 человек. Треть это команда поддержки, о которой я тебе уже рассказывал, те самые 52 секунды, которые обеспечивают. Все остальные это маркетинг, ну и работа с партнерами. Вот такая команда у нас есть сейчас. Эти команды растут очень быстро. когда я пришел в Битрикс, у нас было 3 человека. Это было 7,5 лет назад. Это был бухгалтер, директор и маркетолог. Маркетолога я сразу же уволил, нашли нового, проработали еще очень долго и потом у нас эволюционно прирастали. У нас появился сначала PR-менеджер, потом у нас появился контейнщик, потом еще стали появляться, потом у нас появилась необходимость поддержки, сейчас у нас поддержка и документация 4 человека работали. Вот такая команда. А чем занимается маркетинг вот сейчас? Что такое маркетинг Битрикс24 сейчас? Большая часть их работы это работа на мероприятиях, партнерский маркетинг. У нас есть цикл семинаров Битрикс24 под названием Анатомия бизнеса. Это семинары, которые как бы под нашим брендом, под нашим зонтиком находятся. Их делают партнеры, делают партнеры во всех городах Украины. Ты был неоднократно участником этого семинара, точнее спикером этого семинара в нескольких городах. Это бесплатные семинары. Мы собираем людей, говорим не про Битрикс24, там про нас буквально полтора доклада, не более того. Все остальное это максимально полезные прикладные доклады про продажи, маркетинг, про HR, про людей, про мотивацию, все что угодно. Ты рассказываешь про структуру обычно, про продажи, ты рассказываешь у нас. Вот такие мероприятия, которые собирают 200 до 900 человек, эти рекорды, львовская компания, одна наша партнера, они собрали на арене Львов ровно год назад 909 человек. Львов вообще фантастически там обучается, они очень любят это. Этот рекорд еще никто не побил, им тоже не удалось его побить в этом году. Но вот такое количество людей постоянно приходит. Таких семинаров у нас за сезон, это с сентября по ноябрь, обычно порядка 16-18. Вот получается порядка 32 мероприятий за год мы проводим. Кстати, друзья, это классная модель, для многих компаний может быть актуальной, продвижения путем такого ивент-маркетинга или можно даже сказать экспертного маркетинга, когда проводятся какие-то экспертные обучающие мероприятия и люди притягиваются для того, чтобы обучиться получить ценную информацию, но при этом развивают лояльность к бренду и конвертируются наверняка в клиенты. Самая большая ценность этих мероприятий для наших партнеров, которые на местах организовывают, это те линды, которые они там получают. Ведь регистрируются на сайте, на едином, и человек, когда регистрируется, говорит, свои контактные данные партнеру-организатору. Когда мероприятие заканчивается, они забирают это себе, точнее у нас так сделано, что напрямую попадают в их CRM-ки B324 и не начинают с ними работать. Кто-то холодный лид, кто-то говорит, не беспокойте мне никогда, но это очень маленькое. Кто-то говорит, приглашайте еще, кто-то говорит, давайте счет дома сразу. Такое тоже бывает. У вас были случаи, когда сделки происходили прямо там. Человек настолько вдохновляется продуктом, хотя семинар не про продукт, что говорит, вот прямо сейчас я хочу, будут счастливы поставки, сделайте мне все, чтобы у меня работал. А какая конверсия, ты в курсе или нет вот с таких мероприятий? Вот с этим сложно, потому что партнеры зачастую ленятся или, может быть, скрывают, но скорее всего ленятся просто отмечать такие параметры, но скоро мы это тоже поборем, и это будет попадать в нашу CRM, в том числе и от партнеров. Опять-таки, друзья, метрики, это очень важно. Я скажу, как человек, который проводит большое количество различных учебных мероприятий, мерить нужно все, и вот эта статистика, это фактически основа для совершенства. Поэтому, если нас смотрят партнеры B324, то точно здесь подтверждаю, что все должно быть измерено, конверсия должна быть посчитана на каждом этапе. Мы, кстати, проводим еще клиентские мероприятия, вот не такие образовательные, а, скажем, мероприятия для установления отношений. Вот буквально 10 дней назад, за прошлой неделю, у нас была B324 Day, это клиентская конференция, на которую мы приглашаем наших реальных клиентов, наших существующих клиентов или потенциальных клиентов, которые просто слушают контент очень интересный. Это уже вторая конференция, в этот раз у нас были и спикеры B324, и Сергей Рыжиков рассказывал про стратегию, у нас была Лера Бородина, у нас была Алла Клименко, Андрей Федоров, все эти люди рассказывали, вдохновляли, воодушевляли наших клиентов. Это было чудесное мероприятие, джинс у тебя не было. У нас атмосфера Хьюги была, мы придумаем, что это все будет Хьюги, я тебе покажу потом фотографию, совершенно потрясающая вещь. Люди в восторге, я читал отзывы, кстати, отзывы это тоже очень обязательная вещь. Всегда на мероприятии, вот момент демонтажа, это не последний этап. Самое, один из важнейших моментов, это потом узнать у людей, как все прошло, и поработать с этими людьми. Зачастую люди, которые писали в анкетах, говорят, вы там говорили что-то про партнерство, меня интересует партнерство с Бетри Гваччатой, я тут же беру телефончик, отправляю Константину в наш партнерский отдел, он тут же связывается с ним. Кто-то говорит, мне надо посоветовать и партнера, или я слышал выступление партнера, дайте мне его контакты. Вот это очень важно обработать. Ну и просто узнать, как людям это мероприятие. Супер. Дим, у нас есть традиция каким-то образом благодарить наших зрителей за то, что они задают вопросы, наиболее интересных вопросов. И мы предлагаем какой-то приз от нашего гостя за самый лучший, самый интересный вопрос. Вот что может стать таким призом от тебя? Бетри Гваччатой подойдет? Ну я думаю, да, у нас же если смотрит бизнес-аудитория. Ну давай тогда дадим три месяца максимального тарифтного плана бесплатно. Супер. В денежном эквиваленте это 13 тысяч 200 гривен. Супер. А если нас вопрос будет задавать, например, не собственник бизнеса, а какой-то рядовой сотрудник, которому, например, это не нужно, что? Тогда он зарегистрируется, получит портал и покажет директору. Окей. И щеткой я приду. Окей, супер. Тогда, соответственно, для вас есть возможность либо, если вы собственник бизнеса или предприниматель, получить для себя на три месяца максимальную версию B324, либо, если вы сотрудник, у вас есть возможность получить бонус от своего руководства за счет того, что вы придете и скажете вот я принес шару, тут задавал вопросы под видео и вот такая удача привалила. Поэтому, друзья, прямо сейчас задавайте интересные вопросы по поводу того, как использовать B324. В принципе, любые вопросы, касающиеся автоматизации бизнес-процессов компании, я думаю, что это все будет актуально. Мы выберем лучший вопрос, попросим Диму на него ответить. Ну и, естественно, вы получите замечательный приз от компании B324. Дим, спасибо тебе большое за сегодняшнее интервью. Было очень ценно. Спасибо, Кей. И, думаю, не последний раз видимся. Так что B324 прекрасная платформа, сами пользуемся, рекомендуем. Дмитрий Суслов, руководитель украинского B324. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин